Здоровое поколение – медицинский проект культурно-благодворительного фонда «Ашана». Партнерами проекта являются Министерство здравоохранения, Республиканская детская больница и Столичная детская поликлиника, Сухомский родильный дом и женская консультация. Координатор Саида Хутаба рассказала о значимости проведения лекции в рамках данного проекта. Данный проект включает в себя два направления. Это просвидетельская часть проекта, которая будет проходить в формате уроков здоровья, лекций, которые будут проводиться для беременных женщин и женщин, планирующих беременность, узкопрофильными специалистами и врачами. Вторая часть проекта направлена на повышение качества предоставляемых медицинских услуг нашему населению, нашей стране. Главной целью нашего проекта является уменьшение количества детей с ограниченными возможностями. Мы считаем, что необходимо работать над предотвращением проблемы, чтобы в будущем не бороться с ее последствиями. Главной целью проекта «Здоровое поколение» является помощь в улучшении общего состояния здоровья населения. Спикером первой лекции стала акушер-гинеколог Виктория Воробьева. Специалист рассказала, как нужно следить за собой на ранних сроках беременности. Доказано всем миром, что нормально протекающая беременность, необходимое обследование у врача не менее 8 раз в женской консультации. Когда доктор определяет группу риска той или иной патологии, может порекомендовать прием тех или иных препаратов для того, чтобы малыш внутриутробно правильно развивался и родился абсолютно здоровым. Реализация проекта очень важна в плане просвещения населения. Если вовремя донести до будущей мамы нужную информацию, можно предотвратить рождение детей со сложными генетическими заболеваниями. Спикеры проекта рассказывают о важности посещения врачей при беременности. Выпускник Кабардино-Балкарского государственного университета, педиатр со стажем Астанда Кварчи утверждает, что нужно думать не только о своем состоянии здоровья здесь и сейчас, но и о будущем своего ребенка. С самого рождения ребенок ежемесячно до года должен проходить профилактические осмотры. После года достаточно раз в полгода это делать или же раз в год. Если же не имеются какие-то показания, это касается условно здоровых детей. Если же дети с какими-то хроническими заболеваниями, то подключаются и смежные специалисты, которые совместно ведут и по необходимости мы проводим дальнейшие скрининги. Руководители проекта «Здоровое поколение» планируют организовывать поездки в районы и города Абхазии. Уроки здоровья будут проходить в формате лекций, мастер-классов или прямых эфиров в социальных сетях, а также встреч на платформе Zoom со специалистами в области медицины. Принять участие в мероприятиях может любой желающий.